Хей! У нас сегодня очень чувствительная тема, мы поговорим о деньгах. А в частности, о деньгах относительно вакансий стажеров, новичков, начинающих, программистов, джуниоров и так далее. Сразу хочу предупредить, у многих, наверное, это вызовет какие-то негативные эмоции, потому что, ну, правда, глаза режет. Но я это видео записываю не чтобы кого-то принизить, я лишь хочу описать позицию большинства работодателей. Понимаете? То есть я просто записываю видео, чтобы, скажем так, обозревать ситуацию с другой стороны. И немножко пояснений, почему именно так. К нам приходит много заявок, я об этом уже говорил. И есть несколько типов людей, которые вызывают у меня недоумение. И вот в частности два. Один из типов людей, это вот, допустим, какие-то опытные продажники, менеджеры, администраторы, ну, неважно. То есть из какой-то отличной от IT области. И вдруг они решили переквалифицироваться и начать заниматься программированием. Ну, вроде это перспективно и так далее. Они получали на своей работе какие-то деньги приличные, там, 50-70 тысяч рублей. И тут они присылают свои резюме, собственно, с теми же самыми требованиями. То есть они хотят, чтобы мы брали их как новичков, платили им вот эти самые суммы денег и еще их обучали. Я думаю, как бы, нестыковочки сразу видны и понятны многим. Еще один тип людей, они, у них есть хоть какая-то логическая система оценки себя и своих нужд. Они оценивают на основании, там, прожиточного минимума, аренды квартиры, там, еды и так далее. Но минус обоих этих типов людей и их оценки, это то, что они смотрят относительно своих собственных фантазий и своих собственных нужд. Они забывают о том, что когда работодатель нанимает кого-то, это товарно-рыночные отношения. Ну, то есть я вкладываю ресурсы и я хочу получить что-то взамен, да, то есть какую-то пользу. Новичок в большинстве случаев на протяжении месяцев, а если система обучения внутри компании неэффективная, то и лет, на протяжении этого времени новичок не может приносить пользу или приносит ее какую-то, ну, вообще очень-очень небольшую. Соответственно, все это время работодатель должен вкладывать ресурсы, а вот эти стипендии, которые он платит, если он платит их вообще, это, скажем так, малая толика всех затрат, потому что если обучением занимается специалист, а чаще всего именно специалистам дают, скажем так, заставляют их обучать новичков, их зарплаты достаточно велики, и если вы посчитаете затраты временные, ну, допустим, там по паре часов в день даже, которые этот специалист будет тратить на обучение, его зарплату, которая там может составлять там 100 тысяч рублей, например, вы поймете, что вот эти вложения, они намного больше, чем вот эти стипендии, которые платят новичкам. И что еще важно, работодатель берет на себя риск того, что этот новичок может в любой момент уйти или не оправдать надежд, которые на него возложены. Если мы это все суммируем, мы начинаем понимать, что вложения огромные, риски огромные, а польза, которую работодатель начинает получать, она будет когда-то потом, и то не факт. Понимаете, почему во многих компаниях нет стажировок? Не потому, что компании плохие, а просто потому, что они не готовы брать на себя эти риски, и я их абсолютно понимаю. Все просто, банально. Я просто хотел, чтобы вот эту вот, скажем так, простую, понятную, исчисляемую позицию работодателя учитывали. Люди, которые, скажем так, пытаются как-то оценить себя. То есть, подумайте в первую очередь, чем вы будете полезны этой компании. Насколько быстро вы реально сможете начать возвращать вложенные в вас средства. И в любом случае, если говорить грубо, честно, и может быть это будет кому-то неприятно, но несмотря на все ваши желания, фантазии и так далее, у компании есть своя собственная четкая математика. И неважно, насколько вы оцениваете себя в этом случае. Опять же, мы говорим о новичках. Неважно. В компании посчитана экономика определенная. Сколько они готовы платить новичкам, сколько часов они тратят на этих новичков, чтобы их до какого-то уровня докачать и так далее. Если компания предлагает именно столько, ну, значит, вот в их системе обучения это та сумма, которая для них, ну, как-то сказать, адекватна. Это не имеет ничего общего с справедливостью, какими-то знакомыми, которые устроились на какие-то суммы у кого-то и так далее. Это ничего с этим общего не имеет. Есть просто определенная экономическая система внутри компании, на основании которой компания вообще будет брать этих новичков. И это делают, ну, скажем так, немногие компании, к сожалению, по выше озвученным причинам. Собственно, вот, это все. Все просто. Не воспринимайте на личный счет. Но просто хотелось бы, чтобы люди, когда, скажем так, строят планы или высказывают свое мнение, учитывали вот эту позицию. Ладно, увидимся в следующих видео. Пока.